Это был 2001 год. Я поехал в Тунис на две недели. И у нас был трехдневный тур в настоящую пустыню Сахара. Валерий Корешков – опытный путешественник. За свою жизнь он успел объехать половину мира. К любой поездке тщательно готовится. Собрать вещи – только полдела, рассказывает мужчина. Важно заранее позаботиться о своем здоровье. На отдыхе туристу всегда нужно быть начеку. Если от травм не застрахован никто, то от серьезных заболеваний может защитить себя каждый, уверен Валерий. Для этого достаточно обратиться в поликлинику по месту жительства и сделать прививку. Был назначен день, я пришел, мне сделали все эти прививки, выдали соответствующий сертификат на английском и на русском языке. Главное делать это заранее, хотя бы минимум за 10 дней, а лучше вообще за 2-3 недели до этого, чтобы у тебя иммунитет выработался и ты 100% чувств себя защищен. Не стоит пренебрегать этими советами, если отправляетесь и в путешествие по России. Даже на ее территории можно подхватить инфекцию, особенно в густонаселенных туристических городах. Заразиться можно через воду, продукты питания и немытые руки. Например, ротовирус распространенный, болезнь коксаки, это интервирусные инфекции. Также могут встретиться вирусный гепатит А. И если мы говорим о продуктах питания, то они могут быть насыщены золотистым стафилококом и условно-патогенной флорой. При себе важно иметь международный полис медицинского страхования. Этот документ дает возможность получить необходимую медицинскую помощь в любой точке мира. Также важно уметь ориентироваться по странам. Лучший помощник – памятка туристу. Некоторую информацию можно найти и на сайте Роспотребнадзора. По словам специалистов, путешественники больше рискуют, если отправляются отдыхать в жаркие страны Африки и Юго-Восточной Азии. Ехать туда без прививки смертельно опасно. Именно там велика вероятность столкнуться с такими серьезными заболеваниями, как желтая лихорадка, бешенство или малярия. Одними прививками ограничиваться не стоит. Обязательно нужно взять с собой в дорогу лекарства. Собирать аптечку путешественника проще всего по пунктам. Для начала берем перечень тех опасностей, которые могут подстерегать нас в отпуске. Для каждой из них прописываем несколько наименований базовых лекарств. Основа первой помощи при отравлениях – это абсорбирующие препараты. Если в планах прогулки по горам и сплавы по горным рекам, положить что-то от травмы или порезов будет не лишним. Это могут быть пластыри и бинты. Также обязателен антисептик. А чтобы дело не дошло до ожогов, лучше заранее запастить средствами с высоким уровнем защиты от солнца. Также необходимо взять с собой жаропонижающие, препараты от аллергии и таблетки от боли в горле. Лучше максимально взять с собой те препараты, которые подходят именно вам, проконсультироваться предварительно с турагентством, с авиакомпанией об условиях перевозки лекарств. Ну и если, например, есть опасения по поводу здоровья, детей, например, что-то специфичное у взрослых, то я бы рекомендовал подбирать отель недалеко от большого крупного города. На территории больших населенных пунктов более развита инфраструктура, чем в отдаленных районах, поэтому помощь будет найти проще. По словам специалистов, важно позаботиться о своем здоровье заранее, чтобы долгожданный отдых не испортили внезапные неприятности. Ксения Баканова, Константин Головин, Игорь Казановский. События.